ДВХАП ТОЧКА РУ До ручки все сгорело Машинка стиральная стояла здесь Здесь было как в хорошей квартире большой Девочки здесь вот жили в этой комнате Розовый потолок был натяжной, красивый такой Но я им софитов понаделал над кроваткой Чтоб у каждого свой свет был отдельно А сколько дочкам лет? Дочке 11 старше, а младшей 8 Тут вот их комната эта была, да? Вот эта комната, да О, я не знаю, земляки, здравствуйте Меня зовут Андрей Балиев, фамилия моя Я вот стою рядом со своим домом сгоревшим Я который строил 8 лет Ну, короче, 8 лет я его строил Дело в том, что я пожил в нем, в принципе, только вот год Нам оставалось поклеить обои на втором этаже И все, в принципе, это было готово И получается, вот когда случилось это в четверг вечером Я был на работе и приехал В общем, я, грубо говоря, оказался виновником сам этого пожара, конечно Я приехал, включил автомат в щитовой, чтобы подать тепло на второй этаж А теплые полы инфракрасные, кто понимает меня, пленочные И после этого у меня произошло замыкание То есть, а сделал это бегом, потому что я говорю Я такой человек импульсивный Я стараюсь все быстрее решить проблему, как бы Ну, плюс у меня была работа еще, которая ждала меня Я... Зуб я в этот день лечил, у меня был укол Может быть, поэтому, я не знаю У меня произошел какой-то импульс, что я не подумал маленько и включил Ну, то есть, можно было, конечно, это все предусмотреть, как бы, не знаю Дом загорелся, семья была в доме Семья была в доме, да, когда загорелся Я еще... Мне Вика приготовила ужин, там, кстати, он еще и оставался Колбаска, две штуки, как сейчас помню, и риса, в общем А я говорю, я не успею, Вика, поесть Я говорю, я сейчас езжу, сейчас человеку помогу, там, работу сделаю И вернусь, говорю, уже поем спокойно Детей успели вывезти? Детей, да, я, когда уже загорелся, я забежал, говорю Вывели их сразу в машину, посадили, и там машина стояла А Вика вызвала пожарных Я вот, люди, вас прошу Такой момент в этом плане То, что там сгорело внутри Честно, вот никакой ни боли, ничего нет Там понятно, что там мой спиннинг любимый, там, и все остальное Там, мотоблок, там, которым я взял и ходил целый год Думал, вот, зачем я его взял 30 тысяч отдал за этот мотоблок Думаю, зачем он мне нужен Можно же было лопатой А я его взял, потому что у меня спина была больная Я думал, ну, я постарею, когда этим мотоблоком Он мне пригодится А потом на следующий год Меня начали спрашивать Я даже, вот, даже бесплатно помогал мотоблокам Некоторым людям То есть, вот у меня товарищи, Алексей Я говорю, поехали, спашу То есть, уже мне казалось, не зря это все Но Самое главное Говорю Образ этого дома был Он, я Мы 3-4 наводнения, я уже даже не помню, пережили У меня было ощущение, что это стоит дома снова Как вот Ноев ковчег То есть, дом спаситель У меня после последнего наводнения была мысль, конечно, все бросить Продать, если возможно Но, опять же, я говорил, я не могу обмануть людей Говорить, что здесь вот все хорошо И продать за полноценную цену, которую я хотел бы получить А я через какое-то время просто отошел И считал, что в этом доме я буду все-таки жить до самой смерти Сейчас мы живем на Октябрьской 3А Это возле вокзала, дом кирпичный, четырехэтажный Вот что меня поразило Я потому что был эмоционально не настроен дальше Вот как вот действовать, что-то делать Просто на следующий день позвонил сам человек Родитель водит своего сына в класс Дианы, моей старшей дочери И предложил нам квартиру И меня удивило то, что человек квартиру эту должен был продать Или мог сдать ее в наем А он ее дал нам на следующий день После пожара сразу же Помог нам переехать туда Безвозмездное пользование Безвозмездное, конечно Я ему даже в тот день еще говорю, ну как так Я говорю, ну это же как бы вам же, вы же теряете Он просто сказал, молчи, не надо на эту тему даже говорить Земляки и все, кто видит меня Вот поверьте мне, мне нужна ваша помощь В том плане, что мне нужно вернуть душу этого дома Я правда вложился в него полностью Я отдал, я считаю, в принципе, я отдал все время этому дому И мне нужно вернуть вот этот его облик То есть восстановить коробку, восстановить крышу Дальше я все сам сделаю, честно слово Мне нужно вот это вот, просто убрать эту грязь отсюда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому